Революция и Гражданская война дали новый импульс всей литературе советского периода. Миллионы россиян были вынуждены покинуть родину, однако для тех, кто принял новую Россию, несмотря на голод и разрушение, эта эпоха стала временем необыкновенного эмоционального и духовного подъема. В 1921 году на 10 съезде партии Владимир Ленин предложил заменить политику военного коммунизма новой экономической политикой. В это время, вплоть до 1923 года, связь Советской России с Западом была свободной. Оттуда звучала достаточно острая иммигрантская сатира, которая высмеивала общественные и нравственные пороки советской власти. В 1921 году в Париже выходят рассказы Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», которые вызывают резонанс не только за рубежом, но и в России. Образ революции, прекрасной молнии, яркой ракеты противопоставлен у Аверченко реальной жизни, в которой нет идеала, гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак. По мнению автора, народ превращается в безумную бесовскую толпу. В начале 20-х годов создаются многочисленные творческие объединения, среди которых утвердители нового искусства, общество художников-станковистов, ассоциация художников революционной России, четыре искусства и другие. Общий постулат новых советских творческих ячеек – искусство должно быть монументальным и напоминать о подвиге пролетарских масс. Только в одной Москве в 1920 году существует более 30 литературных групп и объединений. Начинается настоящая писательская борьба. Активное участие в ней принимают крупные писательские группы прозаиков, Серапионовы братья и Перевал, группа анархистов-биокосмистов, поэтический союз ничегоки. В это же время ярко заявляют о себе иммажинисты в главе с Сергеем Есениным. По мнению иммажинистов, поэт вовсе не должен объяснять читателю смысл своих образов. Мысль ставит чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его и облекает в краску имени. Начальная буква в алфавите «А» есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях землю. Опершись на руки и устремив на землю глаза, он как бы читает знаки существа ее, пишет Сергей Есенин в «Ключах Марии». Другая организация «Пролеткульт» принимает в свои ряды писателей исключительно из рабочей среды. Кузница провозглашает первенство классовой, пролетарской литературы, идеализирует труд и пролетариат. Левый фронт искусств Маяковского утверждает, что вместо литературы-вымысла должна быть литература-факта, вместо живописи-фотографии, вместо игрового кино-документальная. Поэты объединения реального искусства отказываются от традиционных форм и методов искусства, внося на смену поэтику абсурда, гротеск, аллогизм. Самой многочисленной становится Российская ассоциация пролетарских писателей. Своей главной задачей рапповцы считают воспитание нового поколения авторов, которые будут служить делу партии. Журнал на литературном посту занимает резко отрицательную позицию по отношению к классике и к современным непролетарским писателям, попутчикам, среди которых, по мнению редакции, Максим Горький, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Маяковский в послании пролетарским поэтам возмущенно пишет. «Я кажусь вам академиком с большим задом. Один, мол, я жрец поэзии непролазных. А мне в действительности единственное надо, чтоб больше поэтов хороших и разных. Многие пользуются напостовской тряскою с тем, чтоб себя обозвать получше. Мы, мол, единственные. Мы пролетарские. А я, по-вашему, что, валютчик?» К концу 20-х годов ситуация вокруг литературных группировок обостряется. В 1925 году выходит постановление власти о политике партии в области художественной литературы, которая становится началом тотального цензурирования литературы. Итак, обратимся непосредственно к произведениям того времени. «Человек в нечеловеческих условиях» — основная тема цикла «Конармия» военного дневника Исаака Бабеля. Главный герой-рассказчик-интеллигент Кирилл Лютов оказывается в центре двух миров — физически крепкого, но бездуховного и слабого. Больного — духовного. Чтобы стать своим в Конармии, Лютов должен совершать поступки ему несвойственные — зарубить чужого гуся, ударить кулаком старуху. Только таким образом он становится своим среди казаков. Это дается ему нелегко. Сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло. Герой ищет точку соприкосновения двух миров, пытается понять, возможен ли компромисс. Роман Бориса Пильняка «Голый год», написанный в 1920 году, повествует о том, как русский народ участвует в революции. Писателю понадобились особые средства, приемы, язык, стиль и изображение героев. Внутреннюю форму слова «метель» Пильняк использует не только как символ революции, стихии, но и как нечто новое, сметающее на своем пути старый образ жизни. Ольга думала, что революция как метель, и люди в ней как метеленки. Пильняк описывает жизнь в российском захолустье, купеческом городе Ордынине. С приходом революции привычные связи в обществе распадаются, люди по-разному воспринимают перемены. Одни как Донат, сын торговца Ивана Емельяновича Радчина, принимают новое время. Он даже отдает отцовский дом коммунистам, радуется первой железной дороге. Первый поезд, который остановился в Ордынине – революционный поезд. Другие считают, что переменам надо противостоять, третий путается в водоворотах собственной жизни. Роман Бориса Пильняка «Голый год» – это образец так называемой орнаментальной прозы, которая относится к художественной речи не только как к средству, но и как к предмету, подчеркивает речь автора-повествователя, использует телеграфный стиль. Орнаментальная проза воссоздает картины отношений мира и человека, стремившегося к постижению бессознательного начала жизни, обнаженного после революции. Роман Дмитрия Фурманова «Чапаев» 1923 года рассказывает о жизни и гибели героя гражданской войны Камдива Василия Ивановича Чапаева. Это документальный отчет комиссара дивизии, снабженный датами, точными именами людей, копиями документов и писем. Легендарный герой гражданской войны обладает непререкаемым авторитетом в войсках, его считают народным героем. Когда в Соломихинской начинаются грабежи, Чапаев резко останавливает красноармейцев. «Я приказываю вам больше никогда не грабить, грабят только подлецы, поняли?» Мы видим образ настоящего народного героя. В нем чувствуется сила, объединяющая людей. В 20-е годы 20-го столетия происходит деление русской литературы на советскую, иммигрантскую и потаенную, неизвестную широкому читателю. К концу этого периода власть ликвидирует почти все авторские объединения. Наступает время тотальной цензуры и репрессий.